МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В текущего года Федеральная антимонопольная служба намерена запустить биржевые торги минеральными удобрениями. В числе участников пока 9 крупных игроков рынка, среди которых и прикамские производители, рассказал телеканал РБК начальник управления ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин. Пилотной станет торговля карбамидными удобрениями для сельского хозяйства. До этого на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже планируется провести тестовые торги. Кроме того, в планах у профильного комитета организовать несколько встреч с сельхозпроизводителями с целью рассказать о плюсах использования биржевого механизма. К этой работе подключились Минсельхоз и Минпромторг. По словам Дмитрия Махонина, до запуска еще предстоит зарегистрировать правила биржевых торгов минудобрениями в Банке России. Среди участников называются крупнейшие игроки отрасли Уралхим, Еврохим, Тольятти Азот, Акрон, Фосагра и другие. Они получили аккредитацию на бирже. Сейчас идет работа по спецификации биржевого товара. Сейчас проведена работа с точки зрения механизмов клиринговых сделок. А это основа для исполнения биржевых сделок с точки зрения поставки товара, который будет реализовываться на бирже. Кроме того, сейчас решается вопрос, будут ли допущены к торгам помимо конечных потребителей трейдеры. В конце августа этого года на Санкт-Петербургской бирже состоялись первые торги древесины, полученные в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий. В Пермском крае объем реализации составил 830 кубометров. Уже в следующем году Сорбент планирует сменить свой основной вид деятельности и перейти из химической отрасли в легкую промышленность. Об этом РБК сообщили представители компании. Предприятие обратилось в Минпромторг к России для того, чтобы отнести компанию к департаменту легкой промышленности еще в августе. Одобрение на региональном уровне уже получено. Сейчас Сорбент относится сразу к двум отраслям – химическая и легкая промышленность. По словам директора компании, это связано с тем, что с 1 января деятельность Сорбента теперь попадает на подведение двух департаментов. Напомним, что в такой же ситуации сейчас находится и Суксунский оптикомеханический завод. Их основной код экономической деятельности также между двумя департаментами. Мы не просили для этого никаких денег, возмещений, бюджетных каких-то субсидий, ничего такого. То есть мы сами смотрим на рынок, мы понимаем, в каких сегментах, как нам развиваться, какое оборудование нам для этого необходимо. Поэтому в этом отношении мы не просим никаких программ поддержки. Все, что мы просим, это ровно то, что и делает сейчас Минпромторг только в легкой промышленности. Симулирование спроса со стороны компании с государственным участием. Хотя бы в этом просим помочь. Больше нам на самом деле ничего не нужно. По итогам 2016-го общий оборот средств индивидуальной защиты органов дыхания Сорбента составил порядка 800 миллионов рублей. По словам директора, сейчас прирост уже составил порядка 5-7%. В следующем году Сорбент намерен продолжить инвестиции в оборудование для производства промышленных респираторов. Продолжится разработка и внедрение в серийное производство промышленного противогаза нового поколения. Официальный курс доллара вырос на 40 копеек. Завтра американская валюта будет стоить 57,67. Рубль отступает на фоне небольшого снижения цен на черное золото на фоне отчета Американского института нефти. По словам аналитиков, рынок ждет статистику Минэнерго США по запасам. Если она разочарует рынок, то доллар может упасть ниже 58 рублей. Пока поддержку оказывает спрос на ОФЗ. Это продолжится вплоть до пятницы, когда ЦБ по ожиданиям экспертов снизит ставку. Оптимальный прогноз от трейдеров на конец недели 58 за доллар. Негативный сценарий в районе 60 рублей. Осенцы и Александровск являются наиболее перспективными площадками для индустриальных парков. Такое предположение высказал телеканал РБК генеральный директор часовского завода по восстановлению труб, резидент АСР Часовой. Выбор этих двух площадок обусловлен близостью к городу, к порту и транспортной доступности, пояснил глава предприятия. Как сообщили РБК представители Минпромторга, на сегодняшний день в Пермском крае идет проработка сразу нескольких вариантов размещения индустриальных парков. Пока какой-либо приоритетный из них не выбран. Соответствующие нужным требованиям объекты в регионе пока отсутствуют. Миллионники можно гораздо лучше найти и больше найти желающих поработать, чем если это будет какой-то удаленный населенный пункт. Поэтому в плане перспективы, то что спрашивали, что наиболее вероятно случится, где произойдет открытие индустриального парка, я говорю, что скорее всего это Осенцовская громплощадка. Уже разработаны федеральные требования к индустриальным паркам на территории края. Это наличие управляющей компанией, транспортная доступность, инженерная инфраструктура, правовой статус недвижимости и единая концепция. Парки, подтвердившие свое соответствие, имеют возможность получать субсидии с федерального бюджета и налоговые льготы. В середине августа правительством края утверждены дополнительные требования не менее пяти резидентов, также минимум два вида деятельности компаний. При выходе на окупаемость валовый доход резидента должен быть не менее 120 миллионов рублей в год. По мнению регионального Минпромторга, установление требований позволит собрать в регионе качественные индустриальные парки с высоким экономическим показателем. Резидент Тассер Часовой добавляет, условия по льготам в индустриальных парках будут однозначно привлекательны, хотя они, конечно, ниже, чем в территориях опережающего развития. Эти и другие новости есть на нашем сайте. Спасибо за выборы РБК и хорошего вечера.